Ну помните, в советское время, тут помнят, или так порассказывают, очень-очень процветала история со всякими объяснительными. И вот что-то из-за спортивных новостях я слушаю, и там выступает такой-то вот ветеран спорта. В советское время все было просто. Надоел кому-то или не понравился вратарь. Все будет. Команды пишет в заводское управление докладную записку. Прошу уволить вратаря Иванова из футбольной команды «Локомотив» в связи с потерей противочестия. И все, точка, подпись расчетного будет. И что-то меня так-то впечатлило, думаю, из-за здорового видения. Универсальное объяснительное. У меня здесь так задумался, да? Все, что угодно, может быть в связи с потерей противочестия. Опоздал на работу в связи с потерей противочестия. Объявляю воинобильнёжное повреждение в связи с потерей противочестия. Больше не могу терпеть, вот это вот всего. Не доехал до дома. Понимаете, какая идея? А что если взять, перемешать начало объяснительное и конец объяснительное, что из этого может получиться? Мы в это не играем. Я больше не ем сладкого. В силу собственной интеллектуальной линии. Хорошо. В связи с потерей. В данный момент не хочу ни о чём думать. В связи с беспробудной пьянкой и дебошами. Женя? Нет, наоборот, Женя молчает. К потере. К потере приводится. Почему? В связи с тем, что начались магнитные булицы. Магнитные булицы. Катя, начинай. Ты уже раздал два, да? Да. Вчера, несмотря на большое желание, не получилось набиться. Женя? В связи с тем, что начались магнитные булицы. Чё? Чё? Э, э, ну даже не знаю. Э, э, ну даже не знаю. А почему она так медленно переходит дорогу? Вчера случайно нажал красную кнопку на ядерном полигоне. Чем, чем я не вы Europe. Вчера случайно нажал красную кнопку на ядерном пульте. А почему она так медленно переходит дорогу? Вчера, несмотря на большое желание, не получилось ли? А ну этот вопрос? Ну кто это? Спермонирный рост вообще забирает. Ну я ничего, как всего собственного интеллектуального ленинга. Вот это тоже хуйка. Он автор.